Добрый вечер, в Москве 20 часов, 5 минут и 46 секунд. Это радиофинам.фм, частота 99,6. В сентябре состоится юбилейное заседание Валдайского клуба. Главная тема, которую там будут обсуждать, это поиск российской идентичности. Какой мы хотим видеть нашу страну, по какому пути собираемся двигаться, что является нашей национальной идеей, нужна ли нам государственная идеология. Вот такой спектр вопросов. По мнению многих аналитиков, без ответов на эти вопросы, мы в лучшем случае обречены уже на начавшееся ослабление наших позиций в мире, а в худшем, который выглядит достаточно реально, мы обречены потерять страну. Итак, нужна ли России идеология или национальная идея? Если да, то какая? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. Хочу сразу представить и наших гостей, которые также находятся в нашей студии, с которыми мы будем обсуждать сегодня эту интересную проблему. Это Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. И Юлий Несневич, доктор политических наук, профессор кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики. Политического поведения. Политического поведения. Прекрасно. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Итак, вначале еще хочу напомнить телефон нашей студии, по которому Вы можете нам позвонить и задать свои вопросы мне или нашим гостям. Телефон такой 6510-996, код города Москвы 495. Итак, мы начинаем. Валерий, начну с Вас. Смотрите, 13-я статья Конституции Российской Федерации. В ней записано следующее, что мы в России запрещено иметь идеологию. Мы не должны иметь никакой идеологии. Государственной идеологии. Государственной, да. Никакой государственной. Ну, государственной, естественно. Речь идет о государственной идеологии. Очень аккуратно надо быть. Ну вот, в принципе, на этом мы могли бы сегодняшний наш разговор сразу плавненько и закончить. Я правильно понимаю? Да, при этом мы все время слышим, что нам нужна какая-то государственная идеология, потому что без нее или без национальной идеи страна может распасться и мы можем ее потерять. Что скажете? Здесь надо учитывать, что сама Конституция в 1993 году была написана при интенсивном содействии американских советников политических. И, по сути, эта Конституция является либеральной Конституцией. То есть в нее зашита либеральная идеология и запрещена какая-либо другая идеология. Это идеологизированная Конституция. И, естественно, что она выставила систему безопасности от взлома, от вторжения других альтернативных идейных моделей. И это обрекло Россию на 20-летний либеральный эксперимент, что выбило ее из колеи, вынесло ее с мировой арены, превратило ее из глобальной геополитической державы в региональную, сузило до масштабов регионального субъекта, который борется сегодня за возвращение минимального влияния, которое было единовременно у России отобрано. Плюс общество российское дезориентировано и демотивировано. Она не имеет мотивации к мобилизации какой-то деятельности. Соответственно, ему... То есть нет вот этой самой национальной идеи, которая могла бы объединить нас и двинуть куда-то к каким-то глобальным целям. Народам России, большому русскому народу и тем народам, которые примкнули к нему в ходе истории развития нашего государства, непонятно, к чему прилагать силы, куда развивать государство и, собственно, зачем государство. То есть нас часто призывают к тому, что нужно действовать ради государственных интересов, но не объясняют, а зачем нам нужно это государство. В чем собственные эти интересы? В чем собственные интересы и какой курс, куда государство движется? Советская идеология давала ясный ответ. А советское государство двигалось к построению коммунизма. Это был эсхатологический проект конца истории. Когда все пролетарии всех стран объединились, тогда нет противостояния. Коммунизм наша цель. Да, снимается противостояние. Но в пути кормить не обещали, вы помните, как говорили об анекдоте. Это уже издевательство на диалоге, но, тем не менее, это была эсхатологическая цель, мобилизационный проект, в котором каждый имел свое место и двигался по пути его реализации или, наоборот, в обратном направлении по пути его саботажа. Но, по крайней мере, цель государства была ясна. Так вот, если простыми словами выражать это, то есть построение царства божьего на земле. Вот, грубо говоря, что такое коммунизм? И это мобилизовало всех, это вдохновляло, это направляло. Либеральная идеология никого вдохновить не может в России. Но какое-то время мобилизовывало, какое-то время, потом разочаровались. До тех пор, пока элита сама не потеряла ориентиры и смысл и перестала понимать, что такое коммунизм и коммунистическая идея, и даже социалистическая идея впала в маразм, дезориентацию. И, собственно, идея отмерла, как пристала жить. Ее перестали подпитывать соками элиты. То есть она существовала, эта идея, но она не работала, и в итоге мы получили то, что Советский Союз распался, и мы потеряли нашу страну. Да, совершенно верно. Вот это же перед тем же самым, перед той же перспективой стоим мы сегодня. То есть вы согласны вот с тем мнением, которое я озвучил в самом начале? Без идеи и без идеи государство российское перестанет существовать, а как потеряет смысл своего существования. Все понятно. Юлий Анатольевич, ну а что скажете вы? Нужна ли нам сегодня государственная идеология, национальная идея, или все-таки мы можем обойтись без нее? Вот мой оппонент наговорил столько всего раз, но я, в общем, не буду его комментировать, потому что... Не, можете спорить. Не, я не хочу спорить, это бесполезный спор, потому что я принимал участие в написании Конституции, никаких американских советников там и близко не стоял. Вот так вот. Да уж, конечно. Каждый, кто говорит, кто принимал участие, говорит, что там не стояло того, а где-то стояло этого. Но вас там не было, вы интерпретируете как хотите. Я там был, но это большая разница. Я видел десятки людей, которые говорили, что участвовали в написании Конституции. Хорошо. Я вам скажу, было Конституционное совещание, правильно? Хорошо, слушаем дальше, да, хорошо. Второе, на самом деле, в Российской Конституции есть главная идея, воплощение которой в жизни, если в России она не будет воплощена в жизни, то государство действительно не будет. Это вторая статья Российской Конституции. Человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Проблема русской, старая русская проблема еще с времен империи, это неуважение к человеку. В современном мире неуважение к человеку приводит к крушению любых самых, так сказать, веселых, красивых и благородных идей построения царства Бога. Идеология здесь не причем. Это либеральная идея. Это не идеология, это не идеология, это понимание, понимаете, это основа. Вот в современном мире вот этот статистский подход, что все государство, все ради государства, он давно умер. Таких государств из 194 стран, которые существуют в суверенном мире, осталось, ну, там полтора десятка. И то это не самые развитые, самые передовые страны, в хорошем смысле развитые передовые, не с точки зрения идеологии, а с точки зрения того, что там людям комфортно жить. Вот, на мой взгляд. Поэтому вот попытка сформулировать национальную идею. Я говорю, вот национальная идея. Давайте научимся уважать человека, соседа и ценить человеческую жизнь. Ну, как вы думаете, хорошо, вот национальная идея, вот давайте попробуем разобраться. Как вы думаете, я думаю так, что национальная идея, это должно быть что-то такое, что могло бы заставить вас, Валерия, не спорить друг с другом, объединиться и меня, меня к этому привлечь процессу. И мы должны с вами в одном порыве, в едином, выйти, там, вот, как говорится, на какую-то прямую, для того, чтобы преодолеть какой-то путь для достижения какой-то грандиозной цели. Вот я это понимаю так. Она на самом деле существует, я вам ее сейчас скажу, я думаю, что никто не будет возвращать, что наша страна должна быть комфортной для того, чтобы люди в ней жили. Я возражаю. Хорошо. Нет, против чего вы возражаете, Валерий? Вы не хотите, чтобы в нашей стране люди комфортно жили? Нет, да, здесь стоит вопрос, какие люди комфортно жили? Все, все. Все, насколько я понимаю. Понимание комфорта имеет различные критерии. Вот, например, индийский йог живет в картонной коробке на автостраде. Ну, пусть каждый живет так, как ему хорошо. И ему очень комфортно. Да. Большего комфорта ему не надо. Ну, а индийский раджа, секундочку, Валерий, а индийский раджа живет во дворце, в роскошных совершенно условиях, ему тоже комфортно. Я вам больше скажу, даже нищие в Индии или прокаженные, которых я видел там в огромном количестве, они тоже считают, что живут достаточно комфортно. И верят, что когда в следующий раз придут в этот мир, они будут уже занимать какие-то другие социальные позиции. Я вас уверяю, что Абрамович чувствует некомфортно себя, когда смотрит на свою яхту и понимает, что она уже не самая длинная, а у саудовского короля яхта теперь длиннее. Он испытывает серьезные муки и переживания, дискомфорт внутренней морали. И думает, как же, черт возьми, некомфортно, я живу в этой поганой стране, где я не могу построить себе... Нет, Валерий сейчас, я надеюсь, не про Россию, когда употребил такую... Да, я говорю про Великобританию, да. А он не гражданин Великобритании. Некомфортно. Комфорт — это субъективное понятие. И оно не может мобилизовать общество, а тем более политическую нацию на то, чтобы синхронно она действовала к достижению этой цели. Потому что это цель с отсутствующими критериями. Это вот либеральная разводка чистая. Государство существует для комфорта человека. Юрий Анатольевич, я, по-моему, понял Валерия. Конечно, пример с Абрамовичем, наверное, все-таки не очень. Потому что очень многие наши слушатели, сейчас услышав о том, что Абрамович чувствует и живет... Чувствует себя некомфортно и живет в дискомфорте каком-то, наверное, как-то не очень поняли. Но я думаю, что Валерий имел в виду следующее. Вот мы с вами сейчас в студии, и здесь температура какая-то определенная. Для меня она может быть комфортной, для вас может быть некомфортной. И сделать там эту температуру комфортной для нас в одном замкнутом помещении невозможно. Вот о чем он говорит. А я не говорю о том, что должна быть одинаковая температура. Я совершенно не об этом говорю. Комфорт, когда человек себя чувствует, как любой человек. Вот одному комфортно спать около мусорного ящика на здоровье. Это его право. Другому комфортно работать и вкалывать по-человечески. И комфортно должно быть только тем людям, которые не соблюдают закон. Я понял, Юрий Анатольевич, а вот такой вопрос. Вот вы мне скажите, а вы согласны с заявлением, что если в стране все-таки не появится государственная идеология, мы страну потеряем? Нет, мы страну потеряем, но не поэтому. А мы ее все-таки потеряем? Это я могу вам стопроцентно сказать, что мы ее потеряем. Не по либеральному пути. Потому что система управления страной разваливается. Те, кто управляет сегодня страной, кстати, не либералы. Да уж, конечно. Особенно правительство Медведева не либералы. Очередной миф, который я слышал 10 раз. Люди, которые управляют с тобой, они временщики. Это люди, которые пытаются изжать, вынуть из страны для себя лично все, что только могут. И система управления сегодня находится в таком состоянии, что она перестает реагировать на угрозы даже постфактум. Такая система не жизнеспособна. Я все понял. Валерий, такой вопрос. А вы верите в то, что вообще в принципе возможно создать некую идеологию или национальную идею разработать, которая могла бы объединить нас всех? Вас, Юлия Анатольевичем, тех, которые поддерживают, допустим, существующую власть в России, и тех, которые выходят на митинги протеста. То есть вот абсолютно все наше общество. Абсолютно универсальную идеологию создать нельзя. Потому что социология оперирует такими понятиями, как большинство и меньшинство, элиты и массы. И идеология либо навязывается элитами, спускается сверху, либо является производной от большинства. Если нам с вами что-то навяжут сверху, мы будем с вами чувствовать себя комфортно? Будем, потому что массы принимают логику и вообще мировоззрение элит по умолчанию в большинстве. И лишь миноритарная группа таких вот социальных девиантов протестует всегда, чтобы ты ее сверху не спустил. Поэтому Россия, она привыкла к такой дисциплине национальной. То есть если массы, элиты определились с идеей развития государства, массы ее принимают. Небольшая группа всегда будет против. Если мы навяжем, допустим, как большинство, некую национальную идею или идеологию меньшинству, как вы думаете, это нормально? Это демократия большинства. Абсолютно. Это нормально, да? Это разные виды демократии. Вот на Западе сегодня доминирует демократия меньшинств. То есть меньшинства узурпировали власть и диктуют большинству свою волю. Навязывая ее жестко подавляя. А все, что протестует против этого, против мнения меньшинства, они называют тоталитаризмом, отклонением и жестко с этим борются. Вот демократия меньшинства. А в России всегда была реализована модель демократии большинства. Когда элита принимает мнение масс, принимает волю большинства, артикулирует ее в формат государственной политической идеологии. И по этому сценарию развивает государство, двигая его к ясной, четкой, определенной цели. Это наш выбор. Демократия большинства против демократии меньшинств на Западе. Я понял. Юлия Анатольевич, скажите, а что вообще в принципе плохого, если вдруг какие-то светлые умы попробуют сесть и мозговым штурмом разработать некую национальную идею, государственную идеологию, которая могла бы большинству людей в нашей стране создать комфортные условия? Чтобы мы понимали, куда мы идем, какие цели. Я не против того, чтобы светлые умы сели и действительно стали думать, а куда должны идти страны. Это совершенно не противоречит ничему. Да, есть люди, которые кто-то понимает в экономике, кто-то в социологии, кто-то еще в чем-то. Если собрать таких специалистов, то разработать курс развития страны, ну в чем в этом плохого? Почему бы и нет? Я бы только это привестил. Это реально? В принципе реально. Вот такое в принципе реально. Такое в принципе реально. Вопрос в другом. Вопрос заключается в том, что нет демократии в большинствах. Это миф. Никогда его не было и никогда оно не присутствовало. А что есть? Значит, есть демократия многих. Вот это современная демократия. Множество. Это демократия многих. Это когда у вас есть разные группы интересов, разные социальные группы. Они не объединяются. Вот обратите внимание, при формулировке демократии большинства появляется совершенно отвратительное слово «массы». Нельзя о людях говорить «массы». Вот это классический вариант, в политологии он хорошо известен. Вот либо вы говорите «люди», и тогда вас много, но вы за каждым видите человека. Либо вы видите массу совершенно аморфную, расплывчатую, совершенно непонятно. А народ можно говорить? Народ можно, да. А почему народ можно, а масса нет? Потому что масса — это другой термин. А народные массы? Конечно. Это уже советские термины. Ну ладно, идем дальше. Я сейчас вынужден прерваться, друзья. У нас время рекламы, и у нас есть уже звонок от слушателя. Вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это радиофенам.фм, частота 99,6, программа «Искусство возможного». Мы говорим сегодня о национальной идее и о государственной идеологии в России. Вернее, пытаемся понять, нужна ли нам государственная идеология или национальная идея. Если нужны, то какие именно. Напомню, телефон в нашу студию 65 10 99,6. По этому телефону вы можете позвонить, задать вопрос мне и нашим гостям, которых я еще раз представлю. Это Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. И Юлий Несневич, доктор политических наук, профессор кафедры прикладной политологии. Политического проектирования. Политического проектирования. Поведения. Поведения. Высшей школы экономики. Высшей школы экономики. У нас есть звонок. Василий, добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Да. Знаете, вот говорят, новое – это хорошо забытое старое, да? Вот я когда-то общался с спокойным ныне Владимиром Махначевым. Он насчитал 36 видов монархии. Или 39, я не помню. Если вот вернуться к тому, что новое – хорошо забытое старое, идеология, безусловно, нужна. Но в данном случае государствообразующим и идеологосодержащим свежим до революции октябрьской был, в принципе, русский народ и православная церковь. Если так же вот объединить вокруг русского народа, наше все-таки большинство пока, по крайней мере, надеюсь. Я понял. Секундочку. Многие ждут, когда Большой Белый Брат вернется. Понятно. Все понятно, да. Ну, давайте поговорим про Российскую империю. Хорошо. Ну, вот смотрите, в Российской империи идеология была, Юрий Анатольевич? Была. Самодержавая православная... Нет. Вот эта триада, она не была принята в России. Это была Уваровская триада, которая, кстати, российское общество не приняло. Хорошо. Идеология была? Империя была. Была. В империи есть... Нет, империя всегда построена... Это не идеология. Империя, она построена на том, что есть власть от Бога. И вот на этом держится, так сказать, развитие государства. Идея была. Какая? Я задаю вопрос, какая? Коллективного спасения. Ой, я вас умрую. Коллективного спасения кого-чего? Православная империя была ковчегом, который создавал идеальные условия для православного человека, который мог двигаться к спасению. То есть это было идеальные тепличные условия для спасения души. Православный человек, живя в империи, чувствовал себя комфортно, как говорит наш коллега, и мог спасать свою душу. Вот это была идея, которая объединяла православную русскую империю. Я, правда, не слышал, что такое идея формулировала. И во главе стоял монарх, который был помазанником божьим. То есть таким вот интерфейсом для общения между народом, народом-богоносцем, каким себя по праву считал русский народ. Наследница Византии, Российская империя, Москва, Третий Рим. Вот это была идеология. Монарх не мог быть посредником между народом и Богом. Это, извините, нарушение канонов православной церкви. Он был помазанником божьим. Я еще раз говорю, но он не был интерфейсом между народом и Богом. Извините, это ваша интерпретация противоречит православной вере просто. Хорошо, но тем не менее, Третий Рим, Византия, Двуликий Янус, контролируем то, что на Западе, на Востоке. На Востоке собираем земли, расширяемся и так далее. Хорошо, но теперь смотрите дальше. В Советском Союзе тоже была государственная идеология, мы об этом уже говорили. Давайте вспомним гитлеровскую Германию. Тоже была идеология. Фантастическая идеология, и там просто чемпион мира среди всех идеологов господин Геббельс плохо кончил. И каждая из этих стран, про которые мы говорили, она как-то плохо кончила, Валерия. Вот как вы считаете, есть как? Ну как, развалилась Российская империя, распался Советский Союз. Что произошло с Германией? Проиграла войну, потеряла территорию и так далее. И так далее, потом много лет пыталась прийти в себя. Империи, они как живые люди, как организмы, они рождаются, они испытывают период могущества, процветания, максимального влияния, доминирования, потом стагнации, постепенно умирания и распада. Это просто живой организм. Империя это пульсирующая среда, которая с каждой, по крайней мере, русской империей, с каждой новой инкарнацией, она расширяет свои границы, границы своего влияния. Начиная от Грозного и заканчивая Советским Блоком, который контролировал половину мира. И, естественно, русский народ был имперско образующим, только он базировался на других идеологических основах. Он немножко скорректировал цели с такой строгой вертикали на такое вот горизонтальное распространение. Но это же была идея построения справедливого, идеального, материального общества. Это же в основе лежал идеализм и идея конца истории. То есть советский проект подразумевал, что противостояния будут сняты, закончится вот эта вот бесконечная война классов труда и капитала, и общество станет идеальным. История остановится, потому что не останется субъектов. Но не получилось, потому что этот проект не был дореализован. То есть мы не достроили коммунизм, мы потеряли нить, нерв идеи. И потом просто врасстеренно смотрели по сторонам, бросили все на полпути и дальше оно долетало уже до финиша, как могло, просыпаясь на куски по дороге. Хорошо, Юрий Анатольевич, скажите, Америка успешное государство? Безусловно. С материалистической точки зрения. Не только. Вот Юлия Анатольевич, я думаю, считает не только. Хорошо, успешное государство. А у американцев, на мой взгляд, есть идеология. Или, по крайней мере, национальная идея. Они считают. Вот смотрите. Любого американца. Мы разбудим в любое время, я не знаю, ночи, дня и так далее. Создаем вопросы. Что такое Америка? Они говорят, Америка это самая лучшая страна в мире. Америка это самая свободная страна в мире. Америка это самая богатая страна в мире. Именно поэтому. Американская мечта. Все зависит от тебя самого. У всех равные условия. И ты завтра можешь стать президентом Соединенных Штатов. Даже если сегодня родился в каких-то там трущобах. Но вот вы мне скажите, если у американцев что-то такое получилось с государственной идеологией, и люди свято в это верят, ну почему у нас не получается? Мы много лет об этом говорим, не получается. Мы даже говорим о том, что нам вообще ничего не надо. Но это же, наверное, неправильно все-таки. Нет, значит, смотрите. Вот то, что вы назвали, не есть идеология. Вот это есть отношение к своему государству. На ровном месте выросло? Нет, оно выросло не на ровном месте, оно выросло на том месте, когда государство... Патриотизм не появляется без идеологии, господа. Нет, он не бывает. Когда государство обеспечивало и защищало своих людей, тогда люди его уважают. Вот отсюда появляется вот этот американский патриотизм. Второе, то, что вы сказали, так называемая американская мечта, это очень интересно. Вы привели пример. Там вот в чем ситуация. На самом деле есть социсследование, по которым следует американская мечта. Знаете, сколько процентов американского населения? Десять. Всего? Всего. Причем из них восемь, это так называемые семейные, и 3-4 процента, это вот те, которые, так сказать, в общем. Все остальные живут совершенно как бы не по этой мечте, но они точно знают, что пока есть люди, которые пытаются реализовать вот эту мечту, остальным будет замечательно и хорошо. Вот, понимаете, в чем дело? Это не масса придумала эту идею. Хорошо. У нас вообще и не следует. Я понял, у нас звонок, а потом я хочу попросить вас, чтобы каждый из вас попробовал сформулировать что-то такое, что подошло бы для России. Сергей, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу попросить ваших коллег ответить на один вопрос. Давайте вопрос, мы вас слушаем. Да, мы все знаем товарища Скобелева, нашего великого белого генерала. Он сказал одно. Нация без самоопределения это навоз, на котором растут другие народы. Спасибо огромное. Правильно сказал. Валерий. Совершенно верно, поддерживаю эту формулу. Юрий Анатольевич. А что тут такого? Нация действительно должна самоопределиться. Это нормально. Я даже не вижу тут такого, понимаете, заостренного. Конечно, люди, которые живут в определенном государстве, но сейчас чуть меньше, там целая проблема происходит. Значит, они должны самоопределиться, должны понять, кто они такие, зачем они пришли в этот мир. Это нормально. Скажите, а у нас есть где-нибудь памятник генерала Скобелеву? Был, его, по-моему, снесли. Понимаете, какая история странная? Ну, так это большевики, которые были с идеей, они его и снесли. Такая странная у нас история, да? Хорошо, Валерий, попробуйте сформулировать вот что-то такое, я не знаю, может быть тезисно, может быть как-то вот, да. Вот что бы подошло для России в качестве или идеологии, или же пускай это будет хотя бы национальная идея. Вот смотрите, само понятие национальная идея базируется на понятии нация. Нация это политическая категория, которая сложилась в Европе, означает строгие административные границы, гражданин как субъект и общественный договор, на основе которого эта нация живет. Россия не является... О, слышу голос либерализма. Так, так, так. Нет, это вот определение политической нации. О договоре мне очень понравилось. Да, это определение политической нации, оно по сути либерально. Поэтому в России нет политической нации, строго говоря, если следовать политологическим терминам. А Россия это имперское образование, если понимать империю как технический термин, как стратегическое единство многообразия. Россия полиэтнична, Россия многоконфессиональна и Россия состоит из большого русского народа и множества малых народов и этносов, которые вместе с Россией, вместе с русским народом творили русскую историю, созидая русское имперское по своей сути государство. То есть это не политическая нация. Политическая нация это карликовое европейское образование. Валерий, сформулируйте что-нибудь более простым и понятным языком, чтобы слушатели сейчас услышали вас и поняли, что да, вот это вот та самая штука, ради которой мы выйдем на улицы в любой момент. А русский народ на протяжении веков инвестировал себя в большое русское государство. И наша империя, охватывающая практически весь евразийский континент, есть идея существования большого русского народа и тех народов, которые к нему примкнул. Создание этой империи и создание в ней комфортных условий, но не только с материальной точки зрения, но и с духовной. То есть возможность духовного развития, духовного роста, вертикали и в конечном счете для тех, кто выбирает православие в качестве главной категории, возможность спасения. То есть не угнетение, как было в советской империи, которая однобоко развивалась. Материалистические категории она развивала, прогрессизм развивала, духовную составляющую игнорировала, сведя все к материи. Советский Союз без, допустим, власти КПСС и с православным уклоном. С возможностью православного. Хорошо. Не с доминацией православия над всеми, а с возможностью, равной возможности православным спасать свою душу. Услышал. Большое государство есть идея большого русского народа. Понял, Юлия Анатольевич, ваша теперь версия. На самом деле сегодня, и я, понимаете, не верю ни в национальные идеи, ни в государственные идеологии, я понимаю, что должна быть цель и задача, которую все должны сегодня решать, и вот это должно всех объединить. Я могу назвать эту цель, которая сегодня существует, это побороть коррупцию. Коррупция? Да, безусловно. Это микроцель. Это не микроцель, это глобальная цель, потому что если мы не победим коррупцию, то государство развалится. Вот все остальное, можно говорить о духовности, о чем угодно. Но если вот этот раковый опухоль будет существовать, ничего не получится. Валерий, на самом деле, вы знаете, вот какую бы тему я не поднимал бы в своих программах, мы все время произносим это волшебное слово, коррупция, а вы говорите, что это микроцель. Нет, нет, потому что у нас в основе развития государства и чиновников в том числе является корыстная мотивация, либеральная мотивация наживы. Да, в русской империи была либеральная мотивация. А если человек, чиновник воспринимает в конце русской, на закате Романа Скайпи, свою должность как коррупция, то это не коррупция, это заработок. Человек просто зарабатывает, потому что достижения материального благополучия не совершает цель. Мы ему предложим вот эту вот государственную идеологию, о которой мы с вами говорили, он перестанет воровать, он перестанет брать взятки, и коррупция уйдет сама собой. Потому что мотивация будет иная, и всякий, кто приходит на государственную службу, чтобы воровать, будет оттуда и жить. А сейчас это является идеей класса чиновников. То есть невозможно изжить друг себя, друг друга, некому изжить, потому что идеалистические мотивации отсутствуют в принципе, как критерии развития. Материальные мотивации это потолок, поэтому всякий чиновник имеет своей целью заработать. Одна единственная цель, понятно. Это микроцель, это то, что убивает нас. У нас звонок, Олег, мы вас слушаем, здравствуйте. Вы знаете, я вот взрослый человек, и в свое время, когда Брежнев умер, мы так радовались, будут новые времена, будет все хорошо. Ну, мне сказали, вы все заплачете. Вы знаете, вот весь народ плачет сейчас. Потому что, честно говоря, вот Брежнев был, ну, я не хочу его сравнивать с царем, потому что это понятно, но он родил в свое государство. Как бы он плохо не управлял, но царь всегда говорил, я защищаюсь от государства. То есть, ну, понятно, что Екатерина, Фёдор Первый, они все заваривали Казахстан, там, Узбекистан. Не заваривали, не заваривали, это классно. Нет, нет, секунду, секунду, мы поняли, мысль мы поняли. Олег, спасибо за вопрос. Что я имею в виду? Я знаете сейчас, что вспомнил? Очень многие эксперты говорят, что единственный вариант, который подошел бы России, это монархия. Почему? Они объясняют это следующим образом. Это ровно то, о чем говорит Олег. Они говорят о том, что царь относился к России, к своему государству, как к своему имуществу, родине. Понимаете, да? Знаете, как это называется? Он понимал, что... Палитэкономия, стационарный бандит. Нет. Он понимал, что он потом отдаст это все своему сыну. И так эта династия будет управлять. А президенты, генеральные секретари, это временщики, и поэтому у них целью, значит, вот сегодня как-то там улучшить свое благосостояние. И что там после меня будет, одному Богу известно, и не важно. Совершенно не так. Царь, помимо этого, еще имел элитарное происхождение. Он был рожден идеалистом. Он жил идеей о великой России. Если на эту позицию монарха или самодержца поставить человека из низов, он будет иметь тот же низовой менталитет. Он будет воспринимать эту позицию как просто личный сиюминутный успех, который нужно срочно конвертировать на живу. Конвертировать во что-то, да. Не во что-то, а в деньги. И вот этот человек не будет заниматься обустройством государства. Посмотрите на олигархов, которые нахватали государственную собственность. Они не развивают эти предприятия, заводы, месторождения. Они их выкачивают, высасывают, конвертируют в бабло и выводят на запад. И потом сами валят туда, бросив руины здесь. Это не собственники. Это просто плебеи, дорвавшиеся до власти, до финансового контроля. И если такой плебей окажется на самом верху, мы будем видеть тотальную коррупцию, разворование государства и развал государства. Царь должен быть рожден царем. И никто другой на эту должность не подходит. Я вот сейчас еще про Брежнева. Хочу сказать буквально пару слов. Относительно недавно проводился опрос. Да. Вы в курсе, да? Проводился опрос. И наши граждане в своем большинстве, там я не помню точно цифру, что-то в районе 60 с лишним процентов проголосовали за Брежнева, как за одного из... Чипа в России. Да, один из лучших руководителей нашей страны. А я помню, когда был Брежнев, когда он управлял страной, я тоже вот застал это время, о котором говорил Олег. Я помню, шли вот эти разговоры, вы помните, да, когда он умрет, мы его похороним на малой земле, засыпем целиной, чтобы не было возрождения, да, по его книгам. По его книгам. То есть, вот он был, мы его не любили, он умер, мы потом за него голосуем. Юрий Анатольевич, скажите мне, а вот подойдет... Вот знаете, какая штука? Вот сегодня, сегодня наши люди объединяются все абсолютно вне зависимости, там, от политических взглядов, в том случае, если происходит какая-то общая беда. К сожалению, нет. Ну, подождите, ну, вот когда был, вот недавно была годовщина Беслана, но объединялись. Ну, к сожалению, вот, Роман, вот это то, о чем я говорю. Вот когда люди начнут уважать друг друга, тогда они будут объединяться по поводу Беслана. Я вам напомню историю с Бесланом, чтобы вы помнили. Когда происходили события в Беслане, в Риме, в Риме вышла 150-тысячная демонстрация, которые шли монстры со свечами. Их никто никуда не пригласил. Вот это реакция человеческая. А у нас по поводу Беслана, я в этот момент находился, я не помню, на какой-то передаче позвонил человек в студии и сказал, вы бы хоть слово про Беслан сказали. Сегодня это трагедия. Ладно. Мы почти забыли про него, к сожалению. Хорошо, хорошо. Ну, День Победы подойдет как пример? День Победы на самом деле больше, да, больше. День Победы. Хорошо, будем говорить о Дне Победы. Еще могу сказать, допустим, о моменте, когда наши выигрывают, допустим, чемпионат мира по хоккею. Ну, тоже с флагами ездят. А когда с голландцами там футбол сыграли, удачно. Это совершенно другое. Это эмоциональное, на эмоции построенное. То есть День Победы. Ну, если говорить о неком-то символическом явлении, то, конечно, День Победы. День Победы. Может быть, закрепить каким-то образом, что давайте нашей государственной идеологией будет следующее. Мы, великий народ, мы победили фашизм, мы никогда этого не забудем. Мы потеряли 27 миллионов человек и спасли полмира от этой коричневой чумы. Может быть, вот таким образом? Если бы в советское время это не было уже дискредитировано. Валерий. Не в советское, а в постсоветское время. Тут же вылезет либерал и скажет, да надо покаяться за то, что сталинская гидра вместе с Гитлером обрекла народы на страдания. Причастна была к тому, что в Европе творился ад. Это Сталин, он равен Гитлеру. Русские, покайтесь, приползите на колени в Вашингтон и покойте с собой желательно. Вот тогда мы вас примем. Юлиан Анатольевич, ну это правда. Начали чем гордиться. Это правда. Это одно другому не разговаривайте. Грабам и тихарей. Начали чем гордиться. Я понял, Валерий. Секунду, Юлиан Анатольевич. Это правда. Продолжим после рекламы. Мы ушли на рекламу. Вернемся вот в студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это программа «Искусство возможного». Радио «Финам-ФМ». Частота 99,6. Телефон в нашу студию, по которому вы можете позвонить. 65 10 99,6. Код города Москвы 495. Вы можете задать любой вопрос мне, ведущему этой программы Роману Бубаяну. И моим гостям. Я их еще раз представлю. Юлий Несневич, доктор политических наук. Профессор кафедры политического поведения Высшей школы экономики. И Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. У нас есть сразу же уже несколько звонков. Начнем со звонков, а потом продолжим вот ту тему. Андрей, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Я бы хотел вернуться к вопросу о коррупции и к ее якобы фундаментальной основе, скажем так, современной жизни российской. Да, слушаем вас, слушаем. Вопрос конкретно к господину Несневичу. Значит, в России был, ну в России я имею ввиду исторической России, было несколько удачных опытов борьбы с коррупцией. Значит, из недавнего прошлого это Сталин. Значит, соответственно, из более отдаленного прошлого это, ну опять же, относительно удачное. Ну, например, Петр Первый, да, еще более ранее, это Иван Грозный. Возьмем удачную, крайне удачную системную борьбу с коррупцией в гитлеровской Германии. Вот конкретно господин Несневич готов пожертвовать. Свободами, правами. Частью своих прав, а точнее большинством своих прав ради торжества. Хороший вопрос, Юлия Анатольевича. Отличный, только примеры, когда на самом деле, вот все призванные примеры, это ситуации с очень высоким уровнем коррупции. Я не буду долго говорить про Сталин, я вам приведу просто. Доклад генерального прокурора СССР, если мне память не изменяет, 48-го года, который однозначно говорит, что коррупцией пронизана вся судебная система СССР, включая Верховный суд. Поэтому все это насчет отсутствия коррупции в сталинские времена, это абсолютная легенда. Я говорю про удачную борьбу. Никакой удачной борьбы, я еще раз говорю, не было. Все познается в сравнении. Ну, читайте документы, друг мой. Хорошо, Андрей, Андрей, Юлия Анатольевич считает, что во времена Сталина была... Она имела другие формы, но она была... Нет, она, значит, в любые времена есть коррупция, но мы и говорим об эффективности борьбы с ней. Не было эффективной борьбы. Относительной. Хорошо, она что, в 90-е или сейчас эффективна? Нет, нет, абсолютно нет, но не надо... Тогда давайте сравнивать. Я вам приведу, с чем можно сравнить, я вот этим занимаюсь профессионально. Есть страна, называется Сингапур. Вот там пришел человек, без всяких, у этого человека была в голове одна замечательная идея. Сделать свою страну самой передовой экономически в мире. Он пришел с того, что это была глубоко коррумпированная страна, он пришел и посадил трех своих ближайших друзей. И с этого места Сингапур занимает первое место, ну, одно из первых мест мира по подавлению коррупции. Я очень хорошо знаю Сингапур, я с ними работал на протяжении 20 лет. Ну, хорошо, вы готовы к штрафам, как в Сингапуре? Хорошо, вы готовы там за плевок с жвачкой, например, 800 долларов за платить? Готов, вот за это готов. За это готов. Значит, а страна в целом готова? Вы понимаете, что Сингапур это 5 миллионов населения? Я прекрасно, я еще раз говорю, я прекрасно понимаю. А вы знаете площадь Сингапура и площадь России? Знаю, я прекрасно все знаю. А климатические зоны России и Сингапур? Дорогой мой, я профессионально этим занимаюсь. Сравнивать нельзя. Андрей, да, я понимаю, о чем вы говорите. Сравнивать нельзя. Я всегда говорю, что Сингапур это исключение, подтверждающее правило. Да, я вам скажу так, что Россию вообще ни с одной страной мира сравнивать нельзя, потому что мы не страна, не государство, мы континент практически. Рассказываю, с какой страной мы сегодня очень похожи, по очень многим параметрам. С какой? С Нигерией. С Нигерией? Да, такой же уровень населения. Энергодобыча такая же, управление такое же и уровень коррупции. Юлия Анатольевна, слава богу, мы с вами все-таки не в Нигерии. Андрей, спасибо большое за звонок. У нас еще звонок. Михаил, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 У нас все рассказывают про государя, человека, который вы избранный. А у нас государство образовалось только при Петре Первом. А до этого у нас всегда была держава. А держава держится на родах. А так называемый общинно-родовой струк, который в нашей империи был везде и повсеместно, и даже на окраинах, почему бы его не возродить? Надо в нашей стране. Валерий, это уже к вам. Это основа нашей традиции и основы нашего традиционного устройства, нашего общества. То есть это первоисточники, это те корни, на которые надо опираться при развитии нашего государства. Путин вчера в интервью сказал, что я прагматик с консервативным уклоном, но понимая консерватизм не как остановку в развитии, а как опору на корни, на традиционные ценности. Вот на эти ценности и надо опираться. В них возрождение России, и в них возврат России как державы на международную арену, а не как государство. Юрий Анатольевич, теперь возвращаемся к теме Великой Отечественной войны, как вариант, чтобы использовать вот то, о чем я говорил, как национальную идеологию, государственную идеологию, национальную... Национальную, нет, это не государственная идеология. Ну, вот, хорошо, давайте... Патриотическая идея. Пускай будет патриотическая идея, объединяющая нас всех, но мы же об этом договорились, что это может нас объединить, по крайней мере многих. Ну, вот теперь смотрите, но Валерий вам возразил, и я с ним согласен. Я сейчас объясню, я отвечу, товарищи. Масса людей, Юлия Анатольевич, масса людей, которые говорят, Сталин, Гитлер, одно и то же, Советский Союз, Гитлеровская, Германия, одно и то же. Что на самом деле немцы просто нас опередили, а мы хотели на них напасть. Тут идет в обмене понятия. Я, когда говорю о Великой Отечественной войне, я говорю о победе народа, а не Сталина. Да. Принципиально, потому что благодаря тому, что сделал Сталин, мы и положили 27 миллионов. Ни одна война в мире не знает ситуации, когда сторона нападающая теряет меньше, чем обороняющая. Немцы потеряли 6 миллионов. Понимаете? Значит, давайте разделять разные вещи. Подвиг народа и бездарность руководства, которая привела к таким жертвам. А что делать с людьми, которые, вот я вам еще раз говорю, которые говорят, что на самом деле даже такого понятия, как Великой Отечественной войны, не существует? Да я таких людей не знаю. Ну, я, честно говоря, не знаю. Все признают. Вся в высшем школе экономики. Да не надо. Знаете, вот понимаете, у вас есть одна отвратительная манера. Вы комментируете то, чего не знаете и где не присутствуете. Вот надо научиться слушать людей, которые живут в этом. А вы со стороны. Юлия Анатольевич, а как относиться к людям, которые, работая в средстве массовой информации, предоставляют трибуну различным персонажам историческим, которые являются предателями Родины и были... Вы имеете в виду Павлова? Нет, я имею в виду не Павлова. Я имею в виду автора Ледокола. И они предоставляют ему трибуну. Этот человек, собственно, вещает, там, я не знаю, на всю нашу страну. Именно вот с теми самыми тезисами, о которых я только что говорил. Он же говорит о том, что войны не было, что мы просто собирались направиться на Германию. И Гитлер таким образом спас себя и Европу, напав на нас. И так далее, и так далее. Вот это что за люди? Это национальная измена. Нет, но есть люди, есть всегда, есть как бы радикальные... В любой ситуации есть люди с крайними взглядами. Как с той, так и с другой стороны. Понимаете? Есть люди, которые утверждают, что Сталин выиграл войну. Но из Суворова они сделали героя практически. Чуть ли не национального героя, который наконец-то открыл нам глаза на историческую правду. Ну, я еще раз говорю. Ну, есть такие люди с радикальными взглядами. Я, на самом деле, ничего страшного не вижу, если это предоставляется слово сбалансированное тем и другим. Граждане, вот человек, который слышит, он должен сам принимать. Сам разберется. Конечно. Хорошо, у нас еще звонок. Виталий, мы вас слушаем. Здравствуйте. Не надо, навязываю. Алло, хочу предложить национальную идею. Давайте, наконец-то, ну давайте уже. Вот по предыдущим. Когда раньше голосовали, вернее выбирали, стремились к выбору, вот стали там правители из нашего клана, из нашего рода. Вот я скажу, род это прототип национализма в какой-то степени. Он не будет не только своих, а там, ну в общем, справедливее и честнее будет. Когда потом появились уже капитализм, монополия, сначала за ним никто не следил, не мы монополии и олигархии изобрели. А по всем была видна нечестность и справедливость игры монополия. Виталий, идею, идею давайте нам, идею. Сейчас, вот, конечно, спрыг за идею, как прозрачное, эффективное общество. Или там прозрачное, честное, реалент, эффективное государство. Понятно. Только прозрачное, эффективное общество. Нет, на самом деле прозрачная бывает власть, на самом деле, есть такое. Действительно, одна из, так сказать, очень важная. Но это не, это технический прием, скорее, чем идея. Это не обязательно быть прозрачной властью. Это понятно и принимается как технологическая цель. Но это не может быть вот такой, как бы. Прозрачность власти, это вопрос самой власти. Борьба с коррупцией, это вопрос и гражданной власти. Одни, ни те, ни другие ее самостоятельно решать не могут. Юлия Анатольевич, скажите, а кто вообще, в принципе, должен сформулировать вот эту национальную идею, если все-таки мы примем решение и ее сформулировать? Я сейчас объясню. Тут должна быть совершенно другая. Общество, власть. Другой подход. Должен быть диалог. Диалог. Обсуждает открытый диалог. Власти и общество. И разных точек зрения в обществе. Должен быть, эта идея рождается в диалоге. И потом? И потом? Кто это должен все-таки озвучить? Кто эти люди? Государственная дума, общественная палата. Смотрите, вот смотрите, дальше. Союз каких-то общественных организаций. Вот все правильно. Дальше, если мы говорим так, что работает тот же мой оппонент не возражает против, он называет демократией большинства, неважно. Вот появится политическая сила, которая готова эту идею воплощать. Значит, если ее выберут, она будет через механизм власти, будет ее реализовывать. Ничего другого. Тут других механизмов никто не знает. Дело в том, что общественное обсуждение идеи относится только к отдельной категории граждан. Это такой вот skillful individ, то есть такой продвинутый индивид. Но это все равно меньшинство, активное, да, это такая верхушка социальная. Все равно большинство своим вот таким молчаливым образом либо одобряет, либо нет. Это есть суть такого явления, как легитимация власти или легитимация политической силы. Поэтому политическая сила, формирующая свою сначала политическую программу, которая при приходе этой силы к власти становится идеологией, и из нее, ну, то есть она как бы вытекает из идеи, некой сверхидеи развития государства. Так вот, эта идея, она как раз берется из вот легитимации, то есть из настроений, такой исторических парадигм этого молчаливого большинства. То есть вот то, что общество принимало в ходе развития русской истории, а что нет. Это некий анализ исторический, тысячелетний истории русского народа с преемственностью всех эпох. Валерий, дорогой, почему у нас все вот так вот сложно? Ну почему? Почему американцы, например, в качестве национальной идеи во время кризиса могли предложить там строительство дорог? Вот все просто и элементарно. Американцы строят империю, постмодернистскую сетевую империю. Это сформулировано, в частности, такими политологами, как Тони Негри и Майкл Харт, которые написали книгу «Империя» и обосновали, что Америка строит глобальную мировую империю с центром в США. То есть это имперская идея. Она мобилизует элиты, в первую очередь, которые дальше конвертируют в более простые формулы и спускают вниз в население в виде таких вот квантов идейных. Построим дороги и равные возможности. Но американское общество абсолютно несправедливо. Оно абсолютно тоталитарно. Там нет никакой вот возможности, например, лечиться. Но Юрий Анатольевич вам возразит сейчас, что американцы, несмотря ни на что, простые, чувствуют себя в своей стране комфортно. И я вам точно говорю о нём, я же перечислял. Самая богатая страна, самая сильная. Она самая богатая для элит, для меньшинства. Совершенно не богатая для большинства. Там самое большое количество заключённых. Там очень дорогая медицина, очень дорогое образование. Это всё закрыто для простых людей, для вас. Это всё легенда, на самом деле. Про образование могу вам рассказать. Обама пришёл к власти на лозунги доступности медицины и не справился с этим. Америка крайне несправедливая и неустойчивая в социальном смысле страна. Её проще развалить, чем что-либо другое. Но почему-то никто не говорит о том, что Америка не сегодня-завтра развалится. А наши эксперты говорят, что срочно надо что-то делать, иначе перспектива нехорошая у нас. У нас звонок. Рустам, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня небольшой комментарий к высказанию Юрия Анатольевича. Как бы понимал, он, наверное, хорошо историю знает, он политолог. Но меня немножко это удивило, когда там обвиняют давно умершего человека в том, что немцы у нас убили 27 миллионов. Я не сказал, что немцы убили. Я сказал, что мы в войне потеряли. Хорошо, потеряли. Вы, наверное, в курсе, что было прямое физическое истребление граждан. А почему в этом виноват Сталин? Вот мне непонятно. А я вам объясню, почему. Потому что вы плохо знаете историю собственной страны. Рустам, а можно я задам вам вопрос? Разрешите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы считаете Сталина сильным руководителем государства? Я правильно понимаю? Нет, нет, нет. Я его никак не считаю, потому что данный человек умер уже давно. Но сейчас он оказывает влияние только в пропагандистском плане, на существующую действительность. Все, что он сделал, это уже все пропало. Хорошо. Давайте я по-другому спрошу. Хотели бы вы, чтобы у нас в ближайшее время появился руководитель, аналогичный Сталину? Нет. Похожий на него? Нет. Все понятно, да. У нас еще один звонок. Андрей, мы вас слушаем. Добрый вечер. До свидания. До свидания, Рустам. Спасибо. Андрей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Два вопроса. На два не успеем. Я сразу предупреждаю. У нас все три минуты. Читали ли гости недавнюю публикацию в газете Guardian о том, что есть исследование американское и есть, ну, собственно, исследование такое авторитетное о том, что, значит, социальный взрыв вполне возможен. Готовятся программы на этот счет, готовятся резервисты. Кем готовятся? Это готовится Guardian, да. Или еще, значит, Ликван Ю, да. В Америке социальный взрыв, возможно. Да, 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 в Америке, разумеется, да. Это недавняя публикация, причем на вашем радио, по-моему, упоминалось. Хорошо, да. И еще маленький комментарий. Ликван Ю был диктатором, да, сколько он правил? 50-40 лет и до сих пор правят. Совершенно верно. Ну, сейчас он как почетный президент. Не-не-не, он министр, он министр-наставник и фактически продолжает. Значит, то есть, то есть, то есть, то есть, господин Несневич готов к право, к право-либеральной диктатуре, значит, ну, а как, ну, а какими методами он правил? Хорошо. Пиночет, Пиночет, это хорошо. Пиночет совершенно другая история. А почему, в чем разница? В чем разница? Пиночет сделал ровно то же самое. Умирающая страна, у власти коммунисты, приходит Пиночет, убирает коммунистов и все, и, пожалуйста, экономическое чудо. При Пиночете, сам Пиночет попал в коррупционный скандал. Чусли Куан Ю просто не могло произойти. Если вы не забыли, то Пиночет был тоже обвинен в том, что он запустил руку не туда, куда надо. Были такие моменты. Были такие моменты. Вот не надо сравнивать. Есть пять стран в мире с авторитарной экономической модернизацией. Сингапур, Чили, Южная Корея, Китай и Тайвань. Все. Все, друзья, спасибо всем, что хочу сказать в конце нашей программы. Я брал интервью у Пиночета, по-моему, я был тогда первым российским журналистом. Это был 95-й год, если я не ошибаюсь, в Сантьяго. И после этого я еще с ним встречался, когда делал фильм про 30-летие чилийских событий. Он сидел напротив меня, такой добрый дядюшка, дедушка, и говорил о том, что он перемещается по Сантьяго без охраны, без ничего. Он никого не боится, и при этом я четко знал, что он меня обманывает. Я сам видел в Альпараисо целую кавалькаду автомобилей, причем они все были одинаковые, чтобы никто не понял, в какой из них Пиночет. Страна расколота. Расколота. Одни являются сторонниками Пиночета, другие его по-прежнему ненавидят. К сожалению, так оно и есть. И никто не берет во внимание то, что Чили действительно совершил там экономический какой-то рывок, что были какие-то чикагские мальчики. Никого это не интересует. Люди друг на друга до сих пор, спустя уже 30 с лишним лет, друг на друга смотрят очень плохо. Даже 40 уже ли. Что я хочу сказать? Нам, конечно, нельзя ни в коем случае идти вот таким путем, каким пошли там Чили, те же самые. Нам нельзя раскалываться, нам наоборот нужно объединяться, нужна действительно нам какая-то идея, национальная идея, государственная идея, идеология, как хотите называйте. Но страна должна быть мощной сверхдержавой. И мы должны, мы должны чувствовать в этой стране себя комфортно между тем, причем желательно все. Все, спасибо всем, встречаемся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok